В череде всякой полезной для здоровья еды есть один продукт, стоящий особняком. Мне приходилось даже слышать, что это вообще самое полезное, что за все века придумало человечество для сохранения и восстановления здоровья. Стоимость этого продукта грошовая. Готовить его элементарно. Тем, кто по каким-то причинам несколько дней питался неправильно, можно даже поставить эксперимент прямо на себе. Приготовив и съев эту волшебную субстанцию, нужно просто прислушаться к организму. То ощущение комфорта и правильности, что вы почувствуете уже минут через 10, лучше любых рассказов покажет вам, что в этой затянувшейся аннотации я права. Итак, вот что нужно делать. Первый этап – подготовка полуфабриката. Звучит грозно, но на самом деле все элементарно. Залить водой овсяные хлопья. Они же геркулес. Оставить на сутки, иногда помешивая. Процедить разбухшие хлопья через марлю. Оставшийся жмых можно добавлять в оладье. Разную выпечку. Это уже дело вкуса. Полученные жидкости белого цвета дать отстояться. После того, как внизу скопится концентрат, а над ним чуть мутноватая вода – слить воду, а концентрат перелить в банку или бутылку и поставить в холодильник. Наконец, второй этап. Готовим сам продукт. Разбавляем концентрат в соотношении 1 к 1 холодной водой. Солим по вкусу. Ставим в кастрюле на слабый огонь и доводим до загустения, непрерывно помешивая. Когда у вас получилась консистенция манной каши, ваш овсяный кисель готов. Ну да, это называется овсяный кисель. Но не относитесь к нему скептически. Не исключено, что это ваш пропуск в здоровую жизнь. Мне объясняли чудодейственность овсяного киселя очень просто. О том, что именно во все содержится целый кладезь необходимых и очень полезных для человека веществ, знают все. Но именно этот способ приготовления позволяет человеческому организму все эти вещества получить в максимально возможном объеме. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!